В нём традиционно принимают участие спортсмены-любители всех возрастов, от совсем юных до пожилых. Перед началом забега – разминка. Первыми бегут малыши, а чуть позже – масс-старт для всех желающих. Более двух тысяч где-то у нас есть, я думаю. Потому что на площадках везде, если посмотреть, это так. Длина дистанции символическая – 2019 метров, но её тоже надо преодолеть. Кто-то бежит изо всех сил, чтобы улучшить результат, а кто-то просто в своё удовольствие. Ведь для того и создан праздник, чтобы дарить позитив. Я бегаю как могу часто, то есть я придерживаюсь здорового образа жизни, какие соревнования проводятся. Я бегаю, я люблю Питер, я не спортсмен, но вот мне приятно бегать с мастерами. Какие эмоции вам даёт бег? Адреналина очень много, вообще уверенность в себе даёт. И вообще в завтрашний день. У нас тренер предложил, занимаемся хоккеем, вот Ливана отдали недавно. Предложил, приезжайте, и мы приехали, побегали. И что, очень довольны остались. То есть позитивный настрой. Дети вообще любят вот такие соревнования? Да! Надо у них просить, что ответить их. Да! Помимо Дня бега на острове прошёл фестиваль студенческого спорта. Учащиеся вузов соревновались в баскетболе, волейболе, футболе и других видах. Подобные праздники – это массовость, это дружелюбие. Это что, если каждый дополнительно приведёт своего товарища-студента на подобную акцию, значит мы делаем правильную работу. Всю эту неделю проходило большое количество студенческих спортивных мероприятий. Были экскурсии по объектам универсиады. Мы постоянно популяризировали студенческий спорт, что нужно заниматься спортом, нужно следить за своим здоровьем. Ну и нужно как можно больше узнавать о студенческих играх, чтобы найти своё место в универсиаде 2019 года. Праздник продолжался до вечера. Весёлые старты, турниры, викторины. Времени скучать не было ни у маленьких красноярцев, ни у их родителей. Анна Московских, Всеволод Никитин, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова